Анатолий Эдуардович, скажите, пожалуйста, у вас столько вы работаете в разных жанрах, а что ближе к вам? Театр или писательство? Нет, а я же писатель пишу. Ну да. И фантастические рассказы. А вот фантастические рассказы у вас еще? Фантастические рассказы, да. А что тяжелее писатель? Для детей или для взрослых? Тяжелее всего писатель? Вот для детских или для взрослых? Вы знаете, у каждого конкретного писателя своя есть предрасположенность. Точно так же, как спортсменов. Одна мама длинная, ему бегает хорошо, у другого рост высокий, ему баскетбол хорошо. Это как маски устроены. Мне сказки не писали с детства. Поэтому я не могу сказать, что мне это тяжело. Нет, я с первого класса, помню, я взял тетрадку, написал название, и стал оформлять и писать. Для меня, со временем, было писать взрослые потом. Я, наверное, в силу своего мозга, был оторван в реальности. Как-то недружил с реальностью. Понимаете, талант у каждого есть свой. Например, Салтыков Щедрин, который бы смеивал чиновников и, скажем так, показывал все негативные стороны российской жизни, он бы не мог писать, как Пришин. А Пришин не смог бы высмеивать чиновников или как Гоголь. Потому что у него была другая таланта. Таланта такая, что я очень люблю какие-то сказки, книги. Наверное, актеры и технические, все актеры должны фантазировать, когда я работаю каким-то образом. По большому счету, Станиславскому. Если у вас есть роли на три страницы, то вы должны придумать историю этой роли на 60 страниц и фантазировать. Я и стихи писал по молодости. Наверное, кто из вас не писал стихи? Потому что я со временем понял, что большого поэта из меня не получится. Но я в своих сказках напишу детские стихи, песенки. Актеры с удовольствием исполняют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова